Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Важная молитва на пути к великому делу. В строящемся храме князя Владимира состоялась первая божественная литургия. В Утрижском дельфинарии пополнение. Новоиспеченные родители и малыш чувствуют себя хорошо и принимают поздравления. И на суше и в воде в Суко прошла большая экологическая чистка. От мусора освободили не только берег, но и морское дно. Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников – День Крещения Руси. Он стал государственным в 2010 году. И отмечается ежегодно как День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Для православных анапчан этот день особенный еще и тем, что сегодня состоялась первая божественная литургия в новом строящемся храме князя Владимира. В ней принял участие епископ Геленджикский и новороссийский пресвященный феогност. В 2015 году владыка осветил первый камень храма в день символической закладки. И вот спустя два года уже в отстроенном здании он уже служит первую божественную литургию в честь праздника святого крещения Руси. Этот храм назван в честь князя Владимира. Святой имеет прямое отношение к сегодняшнему празднику. Прихожане говорят, что эта литургия особенная и побывать на ней большая удача. Я вообще год как прихожанка, для меня это все в нове и все это очень важно для меня, поверьте. Я сама русская, для меня это важно тоже. Это считается как бы наш праздник общий всех русских. Я человек православный и стараюсь всегда быть в храме, в любом храме. Ну а тут я сюда пришла, я даже не знала, что епископ тут будет. Это вообще служба такая, знаете, прямо как небо отверзается. Впереди еще много работы. Дату окончания строительства пока не называют. Говорят, как Бог даст. Дело непростое. Храм строится на пожертвования, что называется всем миром. Пока же все обряды и молебны проводятся в малом храме иконы Божьей Матери Державной. Но, как говорят священнослужители, сегодняшние молитвы должны были прозвучать именно в стенах нового храма. Храм без молитвы, даже строящийся, он тяжело дается тогда. А когда есть молитва, она оживает. Все равно препятствия всегда появляются. А сбор и помощь, она легче созревается. Храм святого равноапостольного князя Владимира будет рассчитан на 2000 прихожан. Сейчас в приходе действует полноценная воскресная школа, кружки, детский церковный хор. Настоятель уверен, что с появлением нового храма жизнь прихода станет еще более насыщенной. А сегодня, в светлый праздник Крещения Руси, он еще раз напоминает верующим о самом главном. Одного в любви и в согласии же. Это очень важно. Это очень нужно. Это как раз то, что созидает, а не разрушает. Потому что можно всего планы строить, какие-то еще что-то, законы принимать. Но если не будет любви, оно не будет действовать. Поэтому только вот это пожелаю. Христианское миролюбие, любви, добротолюбие. Всего, чтобы она умножалась. В Анапе продолжается подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. Специальная межведомственная комиссия обследует территорию избирательных участков на соответствие требованиям безопасности. А также доступность для маломобильных граждан. Работа сотрудников городской администрации избирательной комиссии проводится во взаимодействии с полицией противопожарной службой. Всего в городе 72 избирательных участка. Обследовали 16. Завершить работу планируется до 5 августа согласно графику. Так как помещения избирательных участков у нас выделены в основном в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения, то они уже все соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, определенными постановлениями правительства. Поэтому и в основном вопросов по соблюдению требований безопасности нет. Какие-то есть моменты рабочие. Например, настоящий момент на некоторых избирательных участках находится в стадии ремонта охранно-пожарная сигнализация. Где-то устанавливается видеонаблюдение. Но к моменту начала выборов все требования будут выполнены соблюдением. В дельфинарии на большом утрише пополнение. Там родился дельфиненок. Причем появился он на свет символическую дату. Во всемирный день дельфинов и китов. Новорожденные чувствуют себя хорошо, правда пока не отплывают от мамы. У них почти все как у людей. Папа пережил несколько тревожных дней, а мама ушла в декретный отпуск. За первыми успехами малыша и приятными хлопотами наблюдала наша съемочная группа. В переводе с дельфинева это может означать «извини, сейчас не до тебя». Вячеслав тренер. В нашем случае фактически друг семьи. Но обстоятельства того требуют. Ника родила малыша буквально на днях. Почти рядом Николь. Она, можно сказать, принимала роды. У дельфинов будущую маму всегда страхует подруга. Если нужно, например, вытолкнуть малыша на поверхность, чтобы тот смог сделать первый вдох. В этот раз помощь повитухе не потребовалась. Абсолютно сама все сделала. Очень быстро, легко и сразу все пошло хорошо. Длина, вес и даже пол малыша неизвестны. Поэтому имя дельфиненку тоже пока не дают. Мама старается держать на расстоянии даже сородичей. А малыш повсюду следует за ней. Они контролируют детеныша, оберегают, не дают ему каких-либо излишеств в чем-то. Учат, подсказывают. Где-то могут немножко его наказать за плохое поведение. Но в целом все как у людей. Папу зовут Ирвин. У них с Николь это второй малыш. Первый нолик уже начал карьеру в другом дельфинарии на побережье. С Ирвиным еще два молодых самца. Им по 5-6 лет. Они также родились здесь. Фактически в естественной среде. Дельфинарии просто огороженная часть лагуны, в которой дельфины живут и трудятся. Папа занимается своим делом, работой. А мама оберегает малыша, чтобы во время трюков, исполнений, когда они там выпрыгивают, бьют по мячу, чтобы ребенок находился в стороне, в безнапасной зоне. Ну, что и должна делать мама. Оберегает своего малыша. Получается, мама в декретном отпуске. Но как только сочтет возможным, лично представит малыша тренеру. Нолика, например, познакомила уже через месяц. Фактически с первых дней малыш будет осваивать семейную профессию. Он может даже ссать молоко, не получая рыбы. Но делать уже номера и трюки, которые делают родители. В дельфинарии надеются, что восхождение новой звезды начнется уже следующим летом, с началом нового сезона. Сегодня в Краснодарском крае отмечают День ветерана. В Анапе действует один из сильнейших и многочисленных советов ветеранов, в который входит 37 первичных ветеранских организаций в городе и сельских округах. Всего в Анапе числится более 17 тысяч ветеранов. Это фронтовики, бывшие ученики фашистских лагерей, труженики тыла, ветераны труда. И сегодня есть прекрасный повод еще раз сказать им всем спасибо за мирное небо и неценимый вклад в жизнь и развитие Анапы, Кубани и всей страны. Россия всегда славилась своими ветеранами. Во все времена это поколение восстановило Россию, защитило Россию. Да и не только Россию, и Европу в том числе спасла от коричневой чимы. Поэтому мы гордимся тем, что есть на Кубани имя День ветеранов. И поэтому мы хотим пожелать в этот день мира, добра, благополучия. Ну и хотелось бы, чтобы молодые люди уважали старшее поколение, поддерживали, понимали, поддерживали их инициативу. Ходим друг к другу в гости. Акция с таким лозунгом прошла сегодня в спортзале средней школы номер 4. Там состоялась тренировка по карате, на которую пришли не только юные спортсмены, но и дети из летнего школьного лагеря. Ребята смогли провести время в атмосфере физического и духовного воспитания. Такая акция действует уже на протяжении 4 лет и направлена на популяризацию спорта среди младшего поколения. Сегодня здесь занимаются воспитанники 5-й спортивной школы. Организаторы отмечают массовость тренировок. В этот раз присутствовали более 150 человек. Дамир Хатхоху занимается 4 года. Уже имеет оранжевый пояс. Это третья ступень в карате. Можно с помощью карате защититься. Научишься технике. В планах черного пояса найти. По словам тренеров, большая часть ребят – отличники и в школе. Отмечают, что во многом это благодаря и занятиям спортом. Так как дети приучаются к дисциплине с малых лет. Глядя на своих сверстников, многие мальчишки, случайно оказавшиеся на тренировке, решили пополнить их ряды. Понравилось, как тут занимаются. Тут приемы всякие делают. Это как бы и пропаганда здорового образа жизни. И в то же время это наше отношение к труду, к нашему, к нашей работе. Я хочу сказать, что летних каникул у нас не бывает. Поскольку дети все в основном преимущественно освобождаются от школьных нагрузок. Мы стараемся сделать акцент на физическое воспитание. Дети чувствуют прежде всего в себе те преимущества, которых нет у их сверстников. Они более адаптированы к взрослой самостоятельной жизни. Потому что они с малых лет могут держать ответственность за свои решения, за свои поступки. А это самое главное. Самое главное, они вовлечены в огромную спортивную жизнь. Где некогда подумать о плохом. Где некогда думать о компьютерах, об улице, о каких-то вредных привычках. То есть мы пытаемся сделать все, чтобы они находились именно в этой динамике. В Анапе очень сильное движение каратэ во многом и благодаря профессиональному тренерскому составу. Анапская каратистка Елена Валиева училась в пятой спортивной школе под руководством Александра Кима. Сейчас она чемпионка Европы, мастер спорта международного класса. Наставники уверены, в Анапе удастся взрастить еще не одну звезду мирового спорта. Самое главное, на курорте есть отличная спортивная база. А спортсмены всегда найдутся. Возможно, в скором времени их ряды пополнят и дети из летнего лагеря общеобразовательной школы. «Чистый берег». Под таким названием в СУКО прошла экологическая акция при поддержке Общероссийского народного фронта. На уборку прибрежной территории вышел Всероссийский детский центр смена. Волонтеры очистили не только береговую линию, но и морское дно. В этом непростом деле помогли настоящие дайверы. Также ребята освободили от мусора территорию вокруг реки СУКО и гору Экономическое. Всего в ходе акции мальчишки и девчонки собрали около 20 мешков мусора. Экологическую акцию поддержал фонд содействия по выполнению государственной программы «Доступная среда», а также представители Краснодарского регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег». «Наше море – это наше богатство. Я считаю, море должно быть чистым». «Очень замечательно, что эта акция проходит именно на территории смены, потому что только здесь такая, можно сказать, не сильно тронутая экологическая система». Также в рамках «Экодня» сменовцы приняли участие в экологической викторине, в ходе которой они смогли узнать, чем заповедник отличается от заказника, как животные адаптируются к различным условиям природы и многое другое. А актуальные экологические проблемы и пути их решения обсудили за круглым столом. В нем приняли участие специалисты в области природоохраны и экологической безопасности, представители администрации муниципальных образований края, члены ОНФ. «Море болеет. Море уникальное. Все это хорошо знают. Двухкилометровая яма, а живого слоя – 100-150 метров. И мы его обязаны сберечь. Вот эта встреча для меня, она прежде всего дала возможность общаться с людьми. Я нашел новые, очень важные контакты. Второе. Я увидел, что на самом деле очень много людей искренне переживают за состояние края, моря, с любовью относятся». Завершился тематический день эко-вечеринкой, на которой самых активных участников акции наградили грамотами. «Впечатления реально классные. Мы сегодня собрали очень много мусора. Мы сделали наш берег гораздо чище. Спасибо о смене за этот день». Подобные экологические акции СУКО уже стали традиционными. Организаторы надеются, что в будущем волонтерское движение будет только расширяться. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сервелат «Финский» – 335 рублей, сардельки-шпикачки – 209 рублей, колбаса «Ганноверская» – 185 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А, Крымская – 98, Амелькова – 28 и Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 29 июля в Анапе будет малооблачно. Возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Ночью немного прохладнее – 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok